Продолжаем информбюро. В Нурсултане врачи борются за жизнь обгоревшей женщины. Ее поджег собственный муж. После ссоры он вывез женщину на пустырь, облил бензином и подпалил. Подробности этой истории и других происшествий в нашем кратком обзоре. 43-летнего мужчину задержали. Сейчас он в изоляторе. В отношении женщины врачи не дают прогнозов. У нее диагностировали 75% ожогов тела. Огнем нетронутыми оказались только ноги ниже колен. Женщина постоянно находится на опиоидных анальгетиках и на искусственной вентиляции легких. Казахстанца, сбежавшего из Южной Кореи, после наезда на ребенка нашли в Павлодаре. 18 сентября 21-летний юноша сбил школьника в городе Чханвон. 7-летний мальчик получил множественные травмы, а наш соотечественник срочно выехал в Узбекистан, а затем вернулся на родину. Происшествие вызвало резонанс Южной Кореи. Власти объявили о пересмотре правил выезда иностранцев из страны. Сейчас по-владарски полицейские ведут с подозреваемым беседы. О дальнейшей судьбе казахстанца пока не сообщают. В Алматы перед дом представлены фальшемонетчики. Трое мужчин печатали тенге прямо в квартире. В момент задержания полицейские изъяли поддельную купюру на сумму более 300 тысяч. При обыске даже обнаружили оборудование для печати денег и клише с оттисками для нанесения водяных знаков номиналом 500 и 5000 тенге. Забавное видео из Алматы распространяет в сети. В час пик очевидцы засняли кондуктора, пытающегося вместить пассажира в переполненный автобус. Для этого ему пришлось приложить немало усилий. И хотя со стороны это выглядит комичным, не все алматинцы считают, что видео – повод для веселья и жалуются на проблему общественного транспорта в мегаполисе. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и забудьте включить колокольчик, чтобы получать новое видео.